Хоба, привет, с вами доктор Влад. Ну надо же, кто-то меня сбил так. Второй день крутится песня в голове. А кто-то написал, да вы знаете эту песню, Варвара варит суп. Ёла, я никогда не слышал. Полез, посмотрел. Бунием, ну точно, Дэди Кул, Варвара варит суп. И вот у меня теперь это крутится, крутится. Ладно, хорошо. Новости. Какие у нас новости сегодня? Сначала второстепенные, но, наверное, второстепенных сейчас уже нету. Президент Путин, опять Путин, снова вынужден отвечать на вопросы по делу Скрипалей, по так называемому делу Скрипалей. Какой-то энергичный форум, энергетический форум. Путин три раза повторил, что Скрипаль предатель. Между тем, события развивались не совсем так. Ну и так далее, и так далее. В общем, его посадили на 13 лет по обвинению в шпионаже. Потом поменяли на вот эту группу имени Анны Чепман. Чапман. Чапман, да. Ой, такая страшная, как моя жизнь в третьем браке. Точно. И отправили его за океан. Из Америки Скрипаль перебрался в Великобританию. Тут много чего рассказывается. Ну вот он сначала, Путин, вроде бы даже радовался, когда, значит, он выздоровел, вот этот вот, ну, отравленный там. И даже обратился с просьбой Путина вернуться в Россию. И, в общем, да-да-да-да-да. И вот сейчас он подлец, подлец, подлец. И, в общем-то, это опасно, что Путин его называет подлецом. Опять как он Петрова и Васечкина пошлю. Да запросто даже. Ладно, это первая новость. Мы ее закрываем. Идем дальше. Что у меня тут? А дальше у меня... О-о-о, дальше, дальше. У меня чего только нету. Признание вождя я дурак. Вот такое название, не очень хорошее на... Ну, конечно, на ихе Москвы, а где же еще-то? Вот. Смысл в чем, ребята? Смысл в чем? Путин, который, читаю, видать, никак не может остановиться, сделал еще одно шокирующее признание на заседании правительства. Он вдруг заявил, что никакой денежной выгоды для бюджета, пенсионная реформа, в кавычках, не принесет. Даже наоборот, она сама потребует дополнительного финансирования со стороны правительства. Зачем тогда это все затевали, а, ребята? Ну, зачем? Ну, вопрос. Вопрос понятен. Кто ответит? Вот слова Путина. После принятия президентских поправок стало ясно, что не будет никакого дохода от этих мероприятий по изменению пенсионной системы. А наоборот, правительство должно будет отфинансировать... Слово какое нехорошее, какое-то, чуть нематерное. Отфинансировать предложенные президентом поправки. Приводят слова Путина РИА Новости. Да. То есть он обрушил, собственно, рейтинг, взбесил народ, проиграл под это дело несколько важных региональных выборов. Помните, да, там вот, там, на Дальнем Востоке. И как он внезапно догадался, в кавычках, все совершенно напрасно, ни за что. Прямо как в старом анекдоте про ковбоев. Ты знаешь, Билл, по-моему, мы только что с тобой совершенно бесплатно съели по куче. Что это было? Вопрос. Я не знаю, что это было. Это Путин был. Вот опять Путин заявил об отсутствии. Я проверил это все. Об отсутствии выигрыша для бюджета от пенсионной реформы. РБК передает. Фуф. Ирек Муртазин, очень популярный блогер. Он какой-то и нашим, и вашим. Ну, вот он рассказывает, что нашли фотографию Чепиги с выпускников... Фотографию стенда с выпускниками Дальневосточного какого-то училища, удостойных звания Героя Советского Союза, Героя России. Ну, вот он, Чепига, тут вот присид. Вот он. Похож, вообще-то, да. Вот, не знаю, что из этого будет. Новые-новые какие-то моменты. Причем он говорит, интересно, что... Что Лондон-то помалкивает вот насчет второго, да. Там второй еще есть. Это-то Варширов, а тут Петров. И, видимо, у них там будет какое-то заседание очень скоро в Великобритании или, ну, в Европе. И вот, наверное, туда они все это дело и положат, и еще даже больше. А, ну, это уже новость никого не удивит. Хрустальный дом с хамамом и винной комнатой. Сечин купил пятиэтажную квартиру за 2 миллиарда рублей. Это инсайдер показывает. И интересно, и... Ну, в общем, тут, ну, богатые тоже... Рогатые тоже скачут. Вот, ребята, такой момент любопытный. Хамам. Я сегодня это слово уже встречал, понимаете? Совсем в другом контексте. Совсем. Я тут нашел очень интересную статью про то, про японский какой-то массаж. Все время забываю, как его называют. Ну, джакузи пускай, да. Японская мафия джакузи. Вот. И что-то я с женой разговорился, говорю, там специальные варежки, да, туда-сюда. А у нас, говорит, в Баку такие варежки. Запросто можно купить. И вот у меня такая варежка есть. И я вам покажу этот массаж. Ну, правда, раздеваться до гола не буду. Покажу. Расскажу о принципах этого массажа. Вот на днях буквально завтра-послезавтра. Да, у меня какая-то запарка идет. Вот. И очень интересно. Ну, а почему хамам? Ну, хамам – это баня у них там в Азербайджане называется. И в Турции тоже хамам. Вот. В общем, так вот. Начал Сечин, а закончил вот этим вот. Ну, да, Сечин купил. Но он отрицает, конечно. Какой разговор. Так. Еще вот у меня так. Вот как эти в папочке моей висят новости. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко ушел в отставку. Что ли опять Вальку красные трусы хотят? Не знаю. Ну, в общем, 7 лет он там сидел. Полтавченко. Первый комментарий. Гонение на украинцев. Ну, может быть. Я не знаю. Ну, вот убрали его и все. Вот убрали. Дальше. Отравленное письмо для Трампа. Это вот статья Карина Орловой. Но ее пока… А, уже есть. Уже перевели. Ну, надо будет почитать потом. Это потом все будет. Еще одна новость. Ребята, хоть стой, хоть падай. Теперь в России все будут чемпионы по шахматам. Сразу по два, по три. Потому что новым президентом Федерации Фиде стал бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович. Он же сказал, что приступит к обязанностям в ближайшее время. И первая фраза у него была. Он рассказал о своем желании организовать Фиде таким образом, чтобы она могла зарабатывать деньги. Он только не сказал, кому она будет зарабатывать эти деньги. Перед этим был Кирсан Ильмжинов. Вы, наверное, его знаете. Это, в общем, жук еще тот. Это жук еще тот. Он у себя там в республике. Он забыл, как называется-то. Сразу после Волгограда вот так вот съезжаешь. Элис-то, да. И вот там он вообще задавил все ростки, там оппозицию. И, в общем, это ужасный человек, этот Кирсан Ильмжинов. И все-таки вот его выгнали, потому что на него американцы сразу, в общем, давно еще уже это самые санкции наложили, полные штаны ему. Вот. И поскольку у него на санкциях, он никуда не мог ездить, и он не мог исполнять вот это вот президентство Фиде. Калмыцкая, Калмыцкая СССР, да. Или так, Калмыкия. Вот. И теперь будет Дворкович. Ну, что еще Фидер изворует? Господи. Господи. Ну, все чемпионы теперь будут из России. Так. Ну, и все, наверное. А, ну да. Отравленное письмо для Трампа. Но я еще не читал. Это будет чуть-чуть попозже. До свидания. Нет, не до свидания. У меня, знаете, что еще в папочке? Вот тут специально я пометил, да. Пример с китайцев. Кто-то мне написал в комментариях, что надо брать пример с китайцев туда-сюда. Вот они как поднялись, ребята. Вы забыли, что китайцы работают? Они же азиаты. Вот они в Сибири. В Сибирь заполонили там все. Мне рассказывали, даже в Астрахани. Они работают. Вот в чем дело. Мужики пьют деревенские, а китайцы с утра пораньше начинают работать. Какая китайская модель? Вы что? Это вообще, это, так сказать, ну, в общем, забудьте про это. И больше мне, пожалуйста, не говорите. С китайцев брать пример. Нашли, с кого брать пример. Четырехтысяч летняя цивилизация, да, и Россия, которая стоит на четвереньках. Ага. Все, пока. До свидания, доктор Влад, с вами. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.